Через всю Россию на велосипеде. Вот они, добравшиеся до Бурятии атлеты. Кто уже смог преодолеть 6 тысяч километров? Это треть всего пути. 14 этапов, короткие и длинные дистанции. Стартовали 18 июля в Москве. Из 10 велосипедистов в гонке осталось четверо. Среди них и Питер Бишов, спортсмен из Германии. В этих соревнованиях он участвует впервые. Это отличный способ узнать новую страну. И, конечно, есть момент соревновательный. На таких больших расстояниях очень много времени проводится вместе с другими участниками. Есть возможность с ними познакомиться и пообщаться. Это такой новый опыт общения и преодолевания таких расстояний. За 24 дня преодолеть 9 тысяч километров. Все участники – профессиональные спортсмены. У каждого из них за спиной личные достижения в велоспорте. Алексей Щебелин пока лидер. В гонке участвует во второй раз. Идет с отрывом в полтора часа. Самое сложное препятствие на пути – более 80 километров подъема. С этим справились, конечно, не все. – 80 километров. Это фактически 8 раз на высоту Эвереста подняться. За всю дистанцию, за всю гонку. То есть очень сложный рельеф. Поначалу первые этапы, когда выехали из Москвы, не такие сложные, но была высокая скорость. Я с первого дня им объяснял, что не нужно задирать темп, потому что гонка длинная и они просто не знают, куда еще едут. Ну, на что они мне хлопали по плечу. Да все нормально. Да мы ультра-спортсмены. Но в итоге нас осталось четверо. Другой такой страны в мире нет, где можно без границ ехать 9 тысяч километров, говорит Пауль Брук. Это самый экстремальный проект для велосипедистов. Минимальная дистанция без остановки 450 километров. Максимальная – 1400. Есть два такой ультра-длинные. Красноярск и Иркутск. Больше 1000 километров. И самая, ну, скажем, King's Stage или царская этапа. Это Чита Свободный – 1400. Тогда они едут два сутки. И больше. Это одиннадцатый этап самой длинной ультрамарафонской велогонки. Четыре спортсмена прямо сейчас стартуют с площади Советов до Забайкальского края. Им предстоит преодолеть 658 километров. Завтра спортсмены уже будут в Чите. Телекомпания ТВКом желает удачи им. Дарья Беловусов, Андрей Дармаев. Новости дня.